Всем привет, в кратком сегодня мы продолжим играть в игру под названием Ори 2. Соответственно, наливаем чаёвку, саживаемся поудобнее и сегодня у нас будет новый миленький платформерный контент. В прошлой сервере мы на моменте, где мы с тобой наконец-таки закончили все вот эти вот доп-квесты, хотел я сказать, и перешли на, собственно, основной сюжетный квест. Я хотел как сделать? Хотел сначала закончить доп-квесты, которые именно вот такие вот, видишь, вот именно вот такие вот, кругленькие, которые не вопросики. Вот, и после перейти уже на основной квест, закончить игру и после всего этого пойти открыть какие-нибудь, ну, допустим, локации, хотя на самом деле есть честно. Кометка уже была паника, что, мол, Лаградка, ты пропускаешь вообще дофига, я больше вот эти вот аппендиксы не открыл, а там в этих аппендиксах вся жизнь игры, все новые локации. Ну, и, собственно, скорее всего, вот именно про этот аппендикс и говорилось в комментах. Вот, я, собственно, хотел на самом деле просто как бы немножко сюжета дать, и потом снова перейти, и после уже завершения игры, перейти вот на вот такие вот локации. Во всяком случае, не локации, тут я вру, я хотел на слухе именно перейти. Ну, короче, чё-то как-то так-то, и народ, видимо, хочет посмотреть на открытие вот этих вот всех веселых. В принципе, мне всё равно, если вам нормально вот так вот неожиданно в одной серии проходить сюжетную веселуху, помнить, что вот у нас какой-то орбик неожиданно такой прикольненький бегает, а потом так вот фигак, и перейти неожиданно в такую вот локацию, это как филер, не знаю, в каком-то сериале. Если вам это нравится, то, в принципе, да, окей, мне-то это как-то, да. Я только рад, мне, получается, так даже будет проще. В общем, ладно, тогда давай в этой серии мы с тобой немножечко отойдём от блуждающего вот этого огонька, от финальчика, и пойдём посмотрим, что же у нас там за слух, что же у нас там за педикс в лево-нижнем углу карты, и, собственно, скорее всего, в этой серии мы не закончим игру, немного её растянем, ну, ладно. В общем, переходим по анатасам с правильным углом, смотри прошлую серию и не забывай точно так же про лайки. Вот, собственно, телепортируемся и посмотрим, что у нас там за веселок. Собственно, это я не из того, что я сам захотел сделать, это в комментах, опять же, попросили. Так что, вся вопрос не ко мне. Тихо. Ты фиг ли тут забыл. Так, у меня, кстати, новая способность, так-то это нельзя забывать, что мы теперь можем отпрыгивать от... Как это сказать даже? От ничего. То есть у нас появляется теперь как раз-таки нормальный полноценный третий прыжок. То есть до этого у нас что-то наподобие прыжка, а теперь мы полноценно отпрыгиваем. В общем, ладно, как-то так, нужно заодно еще вспомнить управление, так что мне, в принципе, в какой-то степени даже будет от этого удобно. Сейчас пройти немножечко топ-квест. Ну, как топ-квест, вообще, на самом деле, мы просто тут сейчас смотрим, что у нас тут есть интересное. Ну, как минимум, сейчас пол... А, я получаю урон... А, это мой этот... Точно. Это вот эта вот веселуха. Если не ошибаюсь. Вот это вот. Мы наносим 2,50% от получаемого урона в ближнем бою. Вот. Поэтому сейчас только что я рыб, по-моему, там и убил. То есть она мне наносит столько же урона, сколько и... Ехэхэпэ или еще. И мне надо же больше, если 50 всего-то процентов. Хотя, короче, мы забрали с тобой. Вот это... А, вот оно, кстати, что и где. Действительно, всего 4 огонька, и вот... Мы, кстати, не всех, как я понял, боки нашли. Или что это за оранжевые огоньки? Это... Деньга или что? А, в общем, да и не суть. Так, где моя карта? Да, нам просто нужно прямо идти. Так, светлые озера. Получается, где-то что-то здесь мы с тобой будем делать. Нам, получается, просто нужно вниз пройти. Опять же, мы теперь спокойно можем тут переходить через всякий за... А, все, понял. Тихо. Тут, кстати, как раз-таки есть горлякова руда. Если я не ошибаюсь, там еще есть веселуха с этим. А, нет, все, это последнее у нас осталось. Получается, сейчас мы горлякову руду собираем, и все. Тихо. Вот это вот, куда я сейчас-то переходит. Ну, интересно, кстати, действительно новая локация, какая-то подземная. Не понимаю, чем я сейчас урону сейчас там в таком количестве наносить. Ну, собственно, ты и не суть. Так, подожди, что ты требуешь? Пока без понятия, что ты именно конкретно требуешь. Давай посмотрим. Ну, тут на самом деле много всякого разного говна бегает. Возможно, тут будет бой, черные озера. Ну, на какие-то норы. Действительно, это полноценная новая локация. Я ее действительно проглядил. Поэтому спасибо огромное, что в комментах мне про это написали. Я бы эту прошел бы игру и даже про эту штуку не вспомнил бы. Карта все-таки, ну, не такая прям мелкая, чтобы сказать, что можно легко ее все увидеть. Тихо. Я сейчас, на самом деле, даже вот эти пацаны больше не нужны. Вот, мне вот интересно, вот то, что я сейчас подобрал, оно вот сюда выставляется куда-то или что? Или нет? Не всегда, а то интересно, прикольно, весело. Так, ну и что, идем пока что. Там, в деле, очень странная локация, потому что, ну, по сути... Она, наверное, только открывается и закрывается тогда, когда я тут нахожусь. Очень странно, потому что я, по идее, не успеваю пройти. А вот теперь успел. Я, правда, не знаю, для чего. Фу, где это, потому что, по сути, игра даже не требует этого всего веселья. Так и узнание духов, сука, развея. Здравствуй, ты как раз вовремя. Я, наконец, понял, что хотят сказать эти камни. Кому-то они покажутся обычной грудой камней. Но я знаю, что это ключ. А видишь, одни камни длинные, а другие короткие. Это ноты какой-то мелодии. Думаю, эта мелодия открывает ворота в полу... В полу... В полу... Подлунные норы. Я понимаю, как это именно работает. Прямяковые норы, кстати, это новое побочное задание. Действительно, это полноценная новая локация, только она почему-то так не открыта. Как, допустим, вот эта. Странно. Ну, это вот так... Тихо. Два. Короче, сраку. Откройте ворота и найдите артефакт для тока. Поговорить с током. Льду-ка. И что ты мне скажешь? Жаль, что я не умею читать каменные ноты. Это какие-то тут цветочки. Цветыёчки. Замечательно. Вы как-то используетесь? А, и вам нужно как раз ки-то... Понял. Вас нужно как-то правильно активировать. Не уверен, правда, как это именно делается. Да умеет он читать ноты. А я что, умею читать? Видимо, научимся. Где-то нам что-то про это скажут. Так, хорошо. У нас есть проход вниз. И как раз-таки вот она, видимо, и новая локация. Так, подожди. А что тут конкретно делать-то? Нужно как-то прочитать какие-то ноты. Возможно, я что-то где-то пропустил. А может быть... Три верхних и четыре нижних. Или две из них это фальшивые. И, по сути, их только две. Ну, пока не знаю. Есть один вытянутый цветок. Другой не вытянутый. Слушай, самый вытянутый, это самый левый. А с правой стороны он менее вытянут. Или мне так кажется? Пока без понятия, как эта штука должна работать. Из этого я понимаю, что мне нужно, наверное, как-то сделать вот так. А, я, скорее всего, понял. Тут действительно три варианта. То есть, смотри. Вот эти два столба, они мелкие. Посередине находятся более-менее вытянутые. Но они еще не настолько мелкие. То есть, у нас получается все. Я понял, как это все играется. Смотри. Мы берем. Ну, по идее. Опять же, ни на что не намекают. Одна такая. Одна такая. Две таких. Нет, это неправильно. Но, опять же, потому что я эту штуку не видел. Хорошо. Допустим, подождем. Когда звук сейчас уйдет. Все рассосется. Нам нужна одна вытянутая. Одна мелкая. Две с правой стороны. Потом вытянутая, мелкая и снова вытянутая. Надеюсь, я сейчас это все запомнил. Я не просто так сказал сейчас. Так, хорошо. Такая. Тихо. Да. Да и действительно. Все правильно. Ну, собственно, на самом деле, было довольно-таки легко, но вот эти вот две колонны, они вот, особенно вот эта вот, она без нырдочки. Или же без технического отверстия. И поэтому кажется, что они просто декоративные. Ну, потом это понимаешь уже, когда тут самих этих ландышек, херандышек, непонятных игроков. Так, хорошо, мы выполнили данную веселую. Ну-ка, ты что-нибудь нам скажешь? Чурик, проход по лу... Под лунной норы открыт. Это здорово придумано. Если что-нибудь там найдешь, расскажи. Ладно. А ты не пойдешь? Так, хорошо. Здравствуй, кто-нибудь новенький из Неписи что-нибудь по поводу этого скажет? Ну, скорее всего, чтобы выйти отсюда. Под лунной норы. Так, а она что? И действительно, это была ценно новая локация. Вот она открылась. То есть, вот у весь мир Ории. Скорее всего... А, новая вот все правильно. Единственное, что тут прям еще одна какая-то такая локация должна быть. Но я сейчас-то не вижу, значит, ее не должно быть. Хотя я и тут тоже не видел. Ладно, хорошо. Правда, она на самом деле мелкая какая-то. Допустим. Так, у нас есть с собой сохранение тут. Мы сюда можем телепортироваться. Давай, допустим, посмотрим вообще, что тут происходит и ради чего мы сюда пришли. Денька, пацаны. Мне нет смысла с вами со всеми сражаться. Слово со всем. Гребанно порталы. Если есть гребанно порталы, значит, должна быть вот такая веселуха. То есть, по факту, я сюда не мог пройти. Нет, не вот эта штука мне нужна. Где? Ну вот она. А что тогда так в комментах написали, будто я все пропустил, все на свете и там подобное? Я же сюда не мог, по идее-то, никак пройти без моей способности. А ее способность я только буквально в прошлую серию открыл. Прямо так написали, как будто я не знаю, как будто все совершил титаническую ошибку, если честно. Ну ладно, допустим. Хорошо, мы эту штучку можем открыть, но нам нужно еще побольше с тобой веселух найти. Где их найти? Видимо, с правой стороны. Здесь закрыто. Есть еще вот такая веселуха. Тихо. Ва, эти порталы, это такая странь. Тут какой-то левый портал тебя куда-то отправляет. Вот, и который именно где-то вот здесь. Немножечко перепутал вот этот вот портал. Вот. А раньше все эти порталы, кстати, вообще нифига не показывали, куда ты идешь. Честно, словом, в первом орке ты не понимала, где ты, что ты, зачем ты и почему ты вообще тут живешь. Слушай, не нравится мне эта система порталов. Тихо. Никогда она не нравилась. В первой орке тоже я от нее довольно-таки много пострадал. Так, хорошо, это у нас что-то открывает. А, она просто поднимается. Оттого теперь система порталов. Кстати, интересно, а карта она изменится или нет? Карта. И нет, она не изменилась. Вот, вот эта штучка, она все так же находится снизу. Теперь карта вообще бесполезна, да? Или карта сейчас все-таки поменяется? Ну-ка, сейчас посмотрим как раз-таки, что бы и нет. Здрасьте, ты как-то отпрыгнул, Олька? Тя, хорошо. Вот эта штучка куда-то сюда, и ты куда меня отправляешь? Я сейчас-то уже все, я путаюсь. Я не понимаю, что, где, когда и зачем, а почему. Так, а кому можно перейти с тобой вверх? Не знаю, зачем нам это? Да бы это сделали. У нас с тобой, если я не ошибаюсь, две... Нет, пацаны, я с вами особо сильно сражаться не хочу, честное слово. Тихо. Ай, спасибо. Так, ну и что? Тут ничего нету интересного, опять же. Есть еще один вариант. Смотри, берешь тут, разгоняешься. Ну, типа. Так, заново. А интересно, насколько я сильно тут могу разогнаться. Во! Портал начинается. Нет, это не получилось. Подожди, а как это у меня так... Нет, так он полностью замедляется. Тихо. Спасибо огромное. Так, и что это у нас такое? Здрасте, конечно, всем порталом. Тут прям неимоверно. Тихо. И, собственно, тусе. Так, а мы, по-моему, все открыли, если я не ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, мы вроде как все открыли. Теперь просто можем идти дальше. Ну, точнее, не дальше, а к двери. Во всяком случае, я тебя правильно все посчитал, а, скорее всего, неправильно. Думаю, все. Ну что, ну, мне, по-моему, нравится... Не, мне нравится вот эта вся 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 вся. Так, можно ее открыть, пожалуйста? Спасибо. Спасибо. Действительно, здесь счет нарисован. Странная плитка. Вы нашли новое предметы для задания. Он весь покрыт странными знаками. Так, а мы выполнили доп.квезд, который, кстати, только-только у нас появился. То есть все вот эти вопросики, это по идее доп.квеста, да? Только как только к ним ты подходишь, то у тебя сразу же появляется там доп.квест. А когда у нас еще один такой вопросик? Или типа все? Все доп.квесты у нас выполнены? Или... Не, ну, конечно, если ты мне, я тебе, но... Это его можно выполнить. Просто ради галочки. Ну, не знаю. Так, ну что, уходим отсюда. Подожди, я как должен, допустим, пройти вот к этому чувачку-то? А, он отдельно вообще веселуха. Ну, хорошо. Прошу, допустим. Нам нужно как-то к нему пройтись. А как-то ты здесь, да? Так, да робот, ты че тут забыл? А приветствую. Мне кажется, что здесь слишком уж трудно сориентироваться. Эти тоннели ведут в самых невообразимых направлениях. Интересно, почему, может... Интересно, почему. Может, корни устроены как-то по-особому? А может, дело в упадке? Ну, да и ладно. Главное, при составлении карт не заскучаешь. Не желаю, чтобы приобрести карту этих таинственных тоннелей за 125 искр. Ну, давай. Правда, я все купил уже. Точнее, я все там открыл. Ну, если я покуплю, почему бы и нет? Денег у меня все равно дофига и больше. И здесь есть короткий путь. Я, правда, не знаю, зачем это короткий путь, естественно. Ну, или типа короткий путь. Короче, вот тут еще что-то есть. Но опять же, вот такие вот аппендиксы, их проходить, ну, я не вижу вообще никакого смысла. Ну, типа есть, ну, да, и все. Успокойтесь, там ничего интересного. Это будет максимум, что там может быть, это какая-нибудь это... Как ее... Какая-то маленькая... Да я даже не знаю, что там может быть вообще в принципе интересного. Киха. Ай. Так, ну и что, идем тогда наверх потихонечку. А вообще, на самом деле, локация прикольная. Так что, все-таки я не зря сюда пришел. А вот эту штуку как открыть? Только не говори, что вот этот вот аппендикс единственный открывает вот эту Керовину. Я ж проверю. Если там нифига не будет, то это какое-то издевательство. Ба. Мне просто действительно не хочется в этих порталах тусить лишний раз. Потому что они мне... Ой, как мне нравятся. Вот это вот все весело, когда ты не понимаешь, кто куда чего переходит, а откуда выходит. И ориентироваться вот по вот этой вот карте, ну, такую себе. Лично мне. Так я правильно иду? Как ее открыть-то? А может, я просто дам ему эту дощечку, он мне ее открывает? Тебе тоже логично. Страна. А, все, понял, как это открывается. Там портал. Я эту херовину вот эту линию не заметил. Допустим. Допустим. Отражение. Вы получили новую из осколок дуков. С ним атаки в ближнем бою отражают снаряды для использования. В смысле? Отражают снаряды? В смысле чего мне можно было бы это сделать? Вместо вот этого? Да, давай вместо этого. Атаки ближнего боя отражают снаряды. А почему бы и нет? Выглядит достаточно интересно, точнее, звучит. Ну, а действительно отражает. Действительно отражает, только и странно, конечно, что это работает. Но мне, в принципе, нравится. Может быть, после против босса это нам поможет. Так, хорошо, мы с тобой все это выполнили. Теперь идем тогда получать вон в ту на... Тихо. Пощипать огромное, сволочи. Куда-то вон в то направление. И отдаем толпелечку. Тихо. Е... О, все, сдирайся. А, вот это я. Что это у тебя плитка? Лук, а это же ключ к каменному шифру. Жаль, что у меня раньше его не было. Погоди, нет, тут... Ведь все наоборот написано. Бесполезная штука. Огромный сосуд с духовным цветом. За духовным цветом можно выменить у знакомых всевозможные предметы улучшения. А вот эту штуку, как открыть? Я что-то тут где-то пропустил или что? Елизавета, что я пропустил, это вот эту вот веселуху, но... Я же не думаю, что там что-то есть. Я теперь не хочу отсюда уйти, пока я не завершу вот это все. Короче, маги монтажа, сейчас буду искать вот эту херню, и пока я не дойду, не успокоюсь. Я все понял. Короче, я уже прошелся направо, там оказывается, это скрытая локация, типа, начинаешь бить мечом своим, и у тебя открывается пароход направо. А тут нужно наоборот, короче, теперь все это сыграть. То есть, короче, я вот сюда вот прошел, тут открыл эту веселуху, и как раз видно, что я тут проходил, и, собственно, вернулся обратно. Думаю такой, ну а что, в смысле? Я тут все открыл, нет никакого тут рычажка. Как оказалось, мне нужно просто в обратном порядке все это сыграть. А в обратном порядке это как раз-таки... Вот это вот веселуха. Потом мелко. И это. Вот. И все. Да, действительно, и все. Просто я не думал, что оно точно так же открывается. Ну, точнее как, я на самом деле не обратил внимания, что он говорил, что все наоборот нужно сделать. Как-то там отмечу, наверное, помечу, например. В общем, ладно, и ради чего я сюда ходил. Свет предков, то есть свет духов прошлого. Напитал вас силы, теперь все атаки наносим на 25% урона больше. Короче, теперь я мощный-прибощный орька. Но мы прошли эту локацию. Это действительно полноценная локация, а не вот такой вот аппендикс. В котором просто можно сказать... Это сделано для того, чтобы вот, допустим, вот эту всю херню вот таким образом не обходить. Если, допустим, тебе вот сюда куда-то нужно, а не вот сюда, то ты можешь пройти вот тут вот. Хотя, на самом деле, не знаю, зачем это все надо, потому что, по сути, ты можешь телепортироваться. Зафига тебе куда-то потом там идти. Если, допустим, нужно сюда, то ты телепортируешь себе, тебе нужно сюда, то зачем? Тут же, по идее... Хотя, слушай, по идее, вот... Тут может быть какая-то дополнительная локация. Судя по вот этому темному нечту. Но ты мне это в комментах напишешь, нужно ли это все допроходить, открывать и там подобное. Сейчас же мы идем, наконец-таки, выполнять основной квест. А то, честно, мы сейчас про него забудем. Вот, ну, вот это вся весело, это, конечно, весело. Знаешь, у тебя есть еще сюжет какой-то, его нужно пройти, либо у нас, как бы, вон там, как бы, валяется словушка где-то там, полумертвый или мертвый даже, фиг, прослышь, че, и разработчик тоже сам не понимает. Мертвый, не мертвый, она. А мы тут, короче, с тобой веселимся. В общем, ладно, снова мы здесь, снова мы в этой веселой локации, которую бы хотелось, на самом деле, забыть. И я, если честно, планирую вообще ее скипануть. Я просто издал, что я просрал полвремени на то, не знаю чего. Вы же можете убить, это зачем живее, ладно уж. Так, и вот эта штучка меня открыла. Тихо. Да и, собственно, вот сюда куда-то. Нам вот сюда же нужно, да? Е, как бы, ды. Слушай, а у меня вопрос такой маленький. А я разве вот эту штуку не мог взорвать чем-нибудь? Тут же, по идее, че-то было. Я же, по идее, реально мог ее взорвать именно. Ай. Ну, ничего страшного. Так, хорошо, и что дальше? Ну, мы, как бы, сюда прошли, это мы молодцы. Ай, мне нужно, типа... Так, подожди, теперь мне нужно вот тут просто стоять около этого портала и ждать, когда вот эта штучка выгнете это отсюда, да? Тихо. А где-то я тут могу посидеть, постоять. Ну-ка, подожди, Зарегинец. А, Зарегинец я здесь не могу. Тихо. И все. А мы здесь прошли. Замечательно, конечно, но если мы так и будем проходить это все по 100-500 минут, то мы не успеем. И как серебрит. Хотя, ладно, не буду стараться, не буду особо... Не, ну, лучше поспешить, на самом деле. Вдруг там еще будет полтора часа. Короче, давай в маги-монтаже, я буду скипать все эти моменты, где я уже был. Так, ну еще, я, в принципе, дощуль, я малядец. Ну, теперь как-то вот сюда вот сходим сейчас. И... Если я не ошибаюсь, я могу спокойно проходить такие вот моменты. Баааа. Ну, а ты-то там откуда возникла-то, блин, сраняя? Который меня телепортирует, естественно, не в то место. Иди-ка. Так, а мне нужно Зарегинец. Да, Зарегинец. Ну, сволочи. Э, да, в принципе, вот тут вот где-то мы должны с тобой будем пройти. Только куда дальше? Просто вниз куда-то. Дени-ка. И так, кнопочка. И... Как бы я уже где-то здесь. А, ну и вот он, я вот он. Здрасте, вот я уничтожаю. Ну, в принципе, ничего такого сверхсложного нету. И там, как я понял, у нас быстрая тропинка вниз куда-то идёт. Ведь я прав. Погде. Опять же, магия монтажа, потому что тут скорее сейчас будет больше проблемы вернуться обратно. А ты никакой проблемы не будешь. Со словом, достаточно лёгкая локация, если нету грёбанных порталов. Я её достаточно сейчас быстро прохожу, как ты видишь. Без... Прям таких склеек. Ну, да и ладно, в общем. Так, пару секунд мы с тобой сэкономили. Пару секунд мы с тобой сэкономили. Будем экономить и дальше. Так, Орика, я знаю, что... Упадок не даёт им пройти, Ори. Дух киви духов закрыт. Путь киви духов. Дух. Ну, ты, короче, понял. Это уже понял. Надо это дальше. Лучше, упадок. Не знаю, зачем он там упал. Может быть, мне это чё-то даст. Спасибо тебе огромное. Так, и увидимся. Я сейчас даже по барабану, что я тут урон получаю. У меня слишком много хп. Я не знаю, что тут может меня вообще очень сильно набредить. И где моя... Она типа в виде босса. Вторая, я что придумал? Ну, скорее всего, её надо просто валить именно... Ну-ка, подожди. Давай дальше, что сделаем. Давай попробуем её именно вспышкой фигачить. Это будет работать. Ну-ка. Ну, естественно. Действительно, валит потеку. Так, тихо. Можно мне зарегинтись? Нет, нельзя. Я могу полностью рикошетить её снарядом. Ну, типа. Если бы хоть раз это сделал, конечно. Тихо. Не-не-не-не-не-не-не. Ты обратно, сволочь, не будешь собираться. Ты не должна это делать. Мне кажется, что проще всего будет находиться именно здесь. Да, проще всего будет находиться с правой стороны. И вот просто вот таким вот образом это. Фигачить её. Потому что я начинаю это... На месте именно. Сторкулировать, блин. Ну, Орька, прыгай! В этот грёбаный портал. Ба! Да, вместе постоим. Чупися. Лук пострадаем. Я там ещё обо что-нибудь ударюсь. Ну, до свидания лазера. А босик у нас побит. Ну, на заднем фоне что-то там взорвалось. Завязательно. А вот такой вот был мини-босик. Хотя, на самом деле, это, как я по-моему, по игре полноценный босс. Достаточно лёгкий. Опять же, когда уйдет дофигища вот этого говна в виде хп. И это, кстати, даже не предел, честное слово. То, просто назабей, вот это не предел, это половина, поход, только. Это немного больше или половина? Не знаю, на что разработчики рассчитывали. Но вот когда дают столько много хп, то, ну, проходить игру буквально легко. Не знаю, может быть, проблема в том, что я, блин, буквально каждую норочку исследовал в этой локации. И ещё ко мне в комментах пишут, что я не каждую норочку исследую. Это плохо? Не знаю, короче. Ладно, давай снова в магию монтажа. Я иду теперь вниз, потом налево, и, собственно, ты понял. И, собственно, всё. Я опять пару секунд сэкономил. Хотя, на самом деле, я себе сейчас только зря усложню задачу. Я думал, что я вот тут вот легко сейчас пойду вот сюда телепортировать, потом пойду налево. Нифига, тут какая-то херовина стоит, и я не смог это сделать. В итоге мне пришлось отсюда вот сюда идти. А, ну ещё к тому же я угодил в ловушку полупокера и чуть ли не упал вообще вниз. Ух уж эти порталы, я сейчас, ух уж эти порталы. Я не знаю, куда вот этот вот камушек телепортирует. Давай-ка проверим тогда. А, ну телепортирует, он фиг знает куда. Ладно. Сдари, геймс, хп-блак у нас дофига и больше. Я сейчас и никаких проблем, потому что я тут получаю урон вообще даже не. Куда эта штука телепортирует меня. Ой, какая же срань, какие же порталы, какая же срань, че ты слово. Так, хорошо, вот эту штучку бы я на самом деле сломал. И, собственно, там и всё. Мы уже где-то около тот входа. Так, а можно меня вот эту всю силуку поймать? Так, спасибо. Дальше куда? Не, не получается мне до тут долететь. А, нет, получилось. Че, пронись, какое-то ощущение, хера, не понимаю. Грёбаные порталы? Ладно, пофигу на этот урон. Вот и всё. Я сейчас триггер, честное слово, от этой всей херни и начнётся на экране. Кстати, странно, почему-то Урин несколько раз не может ударить вверх. В общем-то, ещё одно веселух сломали. Блин, несложно до неё было дойти, честное слово. Скорее, писячь. Я просто локацию и всё, че слово. Так, хорошо, нам куда-то вниз тут нужно. Вот где я, что я, кого я? Ну вот Орька. Я, если честно, двигаться там не мог. Вот поэтому я сейчас, мне приходилось использовать способности, чтобы хоть что-то сделать. Так, хорошо, а тут нам нужно будет туда куда-то перейти. А, нет, ничего. Ай, спасибо. Сдал то, что тут нету замедления, нифига не понятно её сейчас. Не всегда ты успеваешь точно прицелиться. До того момента, пока у тебя Орька, допустим, не упадёт, или что-нибудь с ним такое не случится. Мне сейчас от всего вот этого веселья будут ещё все пинать. Где я, что я? Так, хорошо. Я, в принципе, особо не напрягаюсь. Слава богу, у меня есть хотя бы немного теперь до... Банны. Ну, дай пройти. Вот, здесь посижу. Тихо, где я? Дай зарегентиться. Немножечко прям КП не хватило, сейчас бы ещё бы помер. Банны, в принципе, да лучше бы на самом деле и помер. Так, расчёт. И нам просто нужно вверх как-то пройти, а тут, оказывается, был какой-то проход на трёх. Спасибо. Ай, придётся удариться. Да! Что там меня ударило? Там какая-то смазка у него, что ли, я не понимаю. А за что мне там нужно зацепиться? Да-да, и пройти. Ну, я тут ничего не сделал, я вниз бы не ушёл. Ну, в принципе, и пофигу, мне столько ХП достаточно. А куда мне тут дальше-то уходить? А, просто, ну... Нужно именно бежать. Ну, типа. Я понял, тигра. Я тебя понял. Ну, я... Как же ты срень. Не знаю, чё произошло, но я как-то выжил опять на ЛУКП. Ну, в принципе, ладно. Я понял, что там нужно было, оказывается, это... Сидеть в том аппендиксе, вот в этом... Ну, мы и без этого, в принципе, прошли. С двух попыток и... Как бы, ладно. Так, хорошо, ещё одну штучку ломаем. На самом деле, на этот раз уже гораздо больше времени на это ушло. Ну, тут на самом деле и дольше всех мы добирались. Типа. Опять же, даже без магии монтажа, но всё равно тут больше всего этого времени нету. Ну, и теперь ещё одна весёлуха будет. Да, магия монтажа. Я... Я, собственно, дощели. Так, хорошо. И чё нам тут нужно делать? Просто, опять же, вверх... Спасибо тебе, боже, сволочи. Так, опять же, вверх просто идти. Где-то что-то, как-то... Где-то... Опять же, почему-то. Опять же, не всегда... Не всегда понимаю, где я, что я, чё. И чё меня там иногда добават. Опять же, это скорее вот такая вот локация весёлая. Потому что эти порталы, честное слово, нихера не простые. Чё, кого... Когда... Прыгти... Нет, нет. Давай лучше я тут просто подохну. Я столько сдрогенца, и я ещё себе хилку возьму. Так, тихо. Вообще бы тебе огромное. Вот, ну, как я? Что я? Где я? А почему я сейчас получил урон? Карл, почему? Почему у меня орка летит именно в том направлении? Так. И зачем мне сюда? Я всё равно телепортирую. Я всё равно, говоришь, телепортирую. Ну, какой же, блядь. Как же я не люблю эти порталы. Они, честное слово, вот именно бесячие. Полноценно бесячие порталы. Потому что не понимаешь, откуда в тебя что-то прилетает. Заступите сюда, пожалуйста. Вот, ну, как я там оказался? Вот, ну, ответьте мне. Как я оказался снизу? Вот как? Вот, ну, что произошло? Кого произошло? И вот, ну... Метро-тработчик, походу, на полном серьёзе думает, что вот эти порталы, это весело. Он их специально выставляет в эту грёбанную игру. Уже второй раз. Нифига ведь не весело. Ба, ну, ладно. Допустим, мы прошли. И всё. Блин, вот на самом деле, нифига. Я ещё сейчас помру вот от этой гернии. Потому что у меня Орик не может просто тупо зажать вверх свой этот меч. Кому пацану нужно вот так вот бить постоянно? Поеденечки. И от этого он ещё подпрыгивает. То есть я даже не нажимаю прыжок. Именно поэтому Орик ещё может получить эта оплеуха. Так, а ну что, мы с тобой прошли 40 минут. И это, как я помню, последняя локация. Хочу ли я сейчас через эти обосные порталы тут переходить? Я сейчас вообще нифига не хочу. Вот прям вообще. Хотя нет, смотри, я тут могу по-быстренькому это всё прибежать. Так что, в принципе, ладно. Ну я сейчас-то хотел уже было это... Пойти вот по вот этой вот тропинке. Так, ну и чё? Где я, что и зачем я здесь накажусь? Ну мне явно не сюда куда-то. Тихо. А, и мне просто нужно наверх таким образом перейти. Всё, я понял. Мы уже ближе или дальше к Киве находимся. У его, точнее. Ну и давай посмотрим. Получилось, Оре. Вот она, его духов. Вообще, на самом деле, у него другого же должен быть голос. Ну ладно. В этот край вернётся свет. Все беды исчезнут. Ну дай угадаю, сейчас на тебя нападёт гроба на кредит. Так я скажу, мол, не пущу. У меня есть замечательные без тебя или нет. Это уже полноценный пенал, и ничего интересного сейчас не произойдёт. Никакого доп-босса финального не будет. Ну или типа вот этот вот только что прошлый непонятный босс, это типа финальный босс был, если хотите сказать. Ну, очень странно. Сколько моментов для превьюшки, честное слово. Ну, красиво, это неспорно. Но, блин, после порталов это всё воспринимается совершенно по-другому, честное слово. Крабрый десят. То, что ты... То, что было сломлено, снова цело. Сейр возродился. Видишь, у моих ветвей собираются их воспоминания. Как же долго духи ждали этого дня. Вот бы снова нести этот свет. Но он больше не мой. Моё время пришло и ушло. Грядёт новая эра. Что же, дитя, этот свет теперь твой. Чтобы взять его, нужно расти. Если хочешь спасти остальных, оставь прежнюю жизнь позади. Слезь и сэром, пусть свет озарит тебя. Береги эти земли, как берегла их я. Теперь крик будет беречь эти земли, или чё? Ну, типа, я всё думал, что сейчас из ниоткуда появится крик. Крик сожрёт этот свет и будет беречь эти земли. Потому что, по сути, это вообще далеко не наши земли. Наш дом вообще в противоположном месте. А, ну вот крик, собственно. А, ну и неудивительно. Орька. Бои, собственно, не такие, как другие. Вот эти все пацаны. Давай её просто загасим. И страху её вот эти вот плохие воспоминания детские. Вот сейчас и слово. Они нифига были не оправданы. А как ли мне её ударить? Мне вот кажется, что проще всего сейчас будет именно это. Нет, я не успеваю таким образом. Надо тогда сделать что? Правильно, дух и вот эта вот энергия. Теперь дальше сюда. Где? Эта штучка мне, наверное, не нужна уже будет. И лук, наверное, будем использовать. Говорю, лук будем использовать. Так, не понял, почему я не стрелял сейчас? А потому что я сразу тройную выстрел использую. Тихо. Я, наверное, сразу же убьёт. Нужно просто это вот таким вот образом перебивать. Показал именно в тот момент, когда она решила внести грёбаный урон. Обнажите, а я вообще её хоть немного радил? А, не, она не считается. Ай. Но она хп мне мало сносит. Всё равно я получаю урон. Не, я предлагаю всё-таки. А чё мне в данной ситуации нужно делать? Пока что я не понимаю конкретно, чё от меня требует босс, если честно. Но хп, опять же, у меня слишком дофига и больше. Я могу использовать якобы её же снаряды против неё. Ну, типа. Вот, допустим, сейчас мне что предлагает игра? Вот так вот выпустить, а вот так вот фиганить? А-а-а. Уль. У меня вот интересный, я её хоть немного ранил? Вот сейчас мой лук работает или... Или нет? Пока интерес, а пока непонятно. Ну, вот он финальный босс, собственно. Ну, что мне сейчас делать? Это раннер начинается или ещё? Да, это, походу, начинается раннер. Будем успеть. Так, в принципе, всё нормально. Тихо. Так, что я, где я, почему я сейчас только что отошёл. Ну, опять же, с раннер прыжком, полноценным, нормальным. Ну, думаю, что что-то может со мной произойти неправильно. Так, Ворик, а почему ты так стоишь-то? Ай, куда я, чего я? Так, ну ладно, в принципе. Пока бежу. Спасибо тебе, Грунг. Так, ну и что? Снова мы, получается, не сражаемся. Только у неё хп, на самом деле. Вот, ну, прям столько же, сколько и было. Ну, допустим. Так, что сейчас будет? Вот как ты думаешь? А, она по диагонали пойдёт. А теперь она по-верху идёт. Ну, и прыгает, естественно, полностью на меня. Тихо. Ну, и сейчас самое главное, как я понял, просто уворачиваться от неё. Ну, опять же, это как жабка ей. Хотя, с другой стороны, тут нету хилок побольше. Я сейчас их все трачу. Интересно, если сейчас буду отражать эти все снаряды, то ещё произойдёт. Вот, опять же, я по ней никакой никак не попадаю. Тихо. И что ты сейчас будешь делать? Стоп, ты начнёшь стреляться-то? Нет, просто начнём бегать с стороны. В сторону это что такое? Вот как? Нет, ну это малый урон наносит. Вообще, батья, грубый. Не совсем понял, что сейчас должно было произойти. Что, я сейчас должен был делать и исчез? А вот сейчас я её явно должен валить. Каким-то... ...перечным именно способом. Так, хорошо, давай, я жду тебя. А, иди чё. Одни самонаводятся, другие не самонаводятся. Так, фиолетовый, видимо, самонаводятся. Загибаемся. Да как? Это диагональ, она вообще, что на другом месте была. Ну, сволочь, перна-то. Зайкилиться, сволочи. Хватит ломать абсолютно. Где я? Что я? Где-то совершенно сейчас было. Надо было её сейчас застрелять. Так, хорошо, ты снова тут. Вот так, я не совсем понимаю, что сейчас от меня... Требует игра. У меня теперь полное хп. Я упал просто в какую-то подставочку. Ой, господи. Ой, какая же срань, честное слово. Какая же срань. Я просто упал и ничего не смог с этим сделать. Ба, ну ладно, фиг с тобой. Очень несправедливая смерть. Так, опять её эта грёбная диагональ. Которая непонятно, как работает. Она, типа, совершенно в другом месте, где я должна прилетать. Пролетает там уже, где прилетает. Я специально тебя буду где-нибудь вот тут на отшибе фигачить. Сволочь, перна-то. Так, а теперь диагональ. Не, теперь она просто сюда упадет. Да я на самом деле много хп сейчас себе проронил. Не, я всё равно не попадаю в неё. Не, не, гадок. Ну, типа, я, типа, успел. Я вот не совсем понимаю, как мне вот эту штуку обходить. Она же не отпрыгивается. Так, ну ладно. И вот эту тоже, где я не совсем понимаю, что от меня требует именно игра. Ну да и пусть. Потому что вот сейчас, допустим, я в неё должен пострелять. Но стрелы не проходят. Так, диагональ. Крыльца-то две только. Дрегинемся. Я тебя буду на отшибе фигачить тут. Я тебе честно слово заявляю. И опять она вот начинает свои вот эти вот все приколы. Они потому что взрываются и очень сложно на самом деле их тут принять. Просто врежешься в меня по жалюстям. Вот, и теперь эту штуку делаешь. Ну, теперь нету вот этой вот подставы, до которой я попался. Так это диагональ, что ли? Спасибо. Вот тут мне, типа, нужно наверх перейти, да? Вот у меня вопрос. Что мне делать в данной ситуации? Так, нет, это вот сюда. Я могу в неё попасть-то? Или это просто по приколу она сейчас так стоит? Мне нужно в неё попадать только тогда, когда она вот так вот идёт. Отдель вопрос, сколько я сейчас урона могу и... Нет, нет. Она ещё этой херёй не занимается. Так, давай уже иди на меня. Дай я тебя хотя бы побью немного. Ну, в принципе, нормально. Думаю, было бы достаточно. Какая же стряга? Ну ладно. Кстати, а можно и с стороны в сторону просто прыгать? Где их, а? Ну и теперь будет диагональ, да? Как я понял. А, нет, смотри. Не вижу, где у меня тут корька. Так, она грёбанная диагональ. Которая нифига не понятная, как именно работает. А вот эту штуку я тем более не понимаю, что от меня игра требует в данной ситуации. Потому что если я сейчас начну в неё стрелять, пуль не будет долететь. Точнее, стрелы. Ну, вот эта штука тут как повезёт. Пройдёшь, не пройдёшь. А, давай быстрее! Какого-то боська. Ну, не знаю. В принципе, босс ничем не отличается от жатки. И я бы даже, если сейчас не погиб бы. Вот тут что делать? Нет, нет, корька, не падай никуда. Честно, босс нифига не наносит урон, но при этом ты можешь сдохнуть от любой херни. Просто вот упал случайно, и всё, всё, задавая. Я урон наношу? Иди наноси. Это сейчас почему-то розовых нету. Так, что ты делаешь? Она только что сломала абсолютно все эти. Мне что сейчас игра предлагала делать-то? А, типа, отпрыгнуть от этой херни, что ли? Во! Ну, интересно, конечно. А дальше-то чё? В неё со стрел стрелять или где? Нет, ну допустим. Ну, это странная какая-то вещь. Ну, она буквально за секунду появляется около тебя. Типа сейчас нужно в неё откидывать вот эти вот приколюхи. Да? Ладно, вот это вот извращение полноценно. Это практически сейчас слово заявляет извращение. Да хорошо, что они сделали тут этот... А, теперь вот эта штука может на неё реагировать. Теперь она тоже стреляет. Ну, типа. Ва! А где ты? Я нифига не понимаю, когда она меня атакует. Теперь нету больше вот этой штуки, которая показывала мне. Во-первых, тут нужно зарегиниться. Это 100% перед этой всей веселой. Ну, нормально. Я просто жду, когда ты вот всё перломаешь. Вопрос, я тебя могу в этот момент бить? О, теперь появляется. Ну, типа. Не, нифига ничего не появляется. Я не понимаю, откуда она в меня летит. Так, вообще, я что-то специально сделала, чтобы я чувствовал, что я на минимум экипэ сейчас её побеждаю. Потому что я не вижу, где, откуда она летит. Сейчас вижу. Сейчас тоже вижу. А сейчас вот, допустим, Электронный веселук. Я в неё хоть чем-нибудь там попадаю вообще. В драку. У тебя самое главное тут... Да ладно. Не спрашивай, как я её сейчас победил. Возможно, я случайно отпрыгнул от этой веселухи. Она, типа, пролетела и получила по голове. И это был её фатальный. Мы всегда будем помнить закат. Где надежда померкла во тьме. Странный веселук. Где был кто-то тенью объят? Ну и сейчас она подойдёт к тому гнезду, который мы видели. Где было, типа, два родителя, да? Чтобы она давить на жалость. Хотя на самом деле никак не показывает, почему она начала всё делать. Зачем? Кого? Чего? Чем ей не угодил? Свет опять. То есть, в первой части было оправдание. Сказали, мол, ну вот Свет убил каким-то образом этот... Как его... Детей. А тут что Свет ей сделал? Зачем она его уничтожает? Свет ей ничего плохого не сделал. Никого он из её родителей не убил. Её он тоже не убил. Её единственное, что только над ней поиздевались... Одна заставочка была, где её филина там прогнали. Сами филины, вот эти мелкие, с ней нормально общались. Их просто родители её прогнали. Но, ну, больше ничего не было. Больше никаких заставок таких не было. Не показывало, что было дальше. То есть, после того, как её один раз прогнали, она всё решила со всеми вражду устроить. Я её, откровенно говоря, Свету. Ради чего и зачем, почему, непонятно. Может быть, ты мне это сможешь объяснить в комментах. Я пока не понимаю. Для чего она, допустим, убила... Не, хорошо, допустим, она филина вот этого... Нашу Кушку убила, потому что у неё это... Проснулась какая-то веселуха. Орька, ты будешь вставать? У неё типа проснулся воспоминания, как над ней издевались. Но, как я понял, она не только Кушке навредила. Да и зачем она тогда ещё препятствует... Этой... Как её... Цвету возражения него. Очень странно веселух. Орька, ты сейчас погибнешь. Зря ты на этот папорот ступил. Ублуробно, дочит. Да, в общем, у нас предфинальные флэшбэки. С босиком я, видимо, долго достаточно сражался. Ну, к часу мы уже точно подошли. Ну, приблизительно. А может, даже ровно к часу. Ну, за 35 минут, я думаю, бы уложились, если бы не пошли до квеста выполнять. Ау, в принципе, всё нормально, я считаю. Время пришло урё. Время пришло урё. Орё. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, и, собственно, так было неудивительно, Кушку то ли вылечили, то ли возродили из мертвых, хотя нам показали, как тут умирают именно, умирают они бесследно и беспощадно, допустим, та же жабка, у Кушки все это время болелась. Как я понял, мы сейчас с камня тоже всех вылечим, вот эта окаменевшая вот эта веселуха или нет? Пока непонятно. Да это, как я понял, могилка жабки или что? Или кого, или Орьки? И Ория становится деревом. То есть, подожди, по сюжету игры... Ории это, так сказать... Волшебного света лучи указали мне путь не из ночей. Путь есть мы, где меня звали Ория. А, ну да, он действительно стал, как я, полудеревом. То есть, духи... Это смесь... Подожди, а нам что там говорили-то в прошлой серии? Духи, точнее Орьки, это смесь какого-то там, этого... Живого и неживого. Ну, оно, кстати, неудивительно, то, что Ория стал деревом. Потому что все его братья из первой части, когда умирали, тоже становились маленьким деревцем, если что. Ну, небольшим таким, конечно, но маленьким, со способностями его, со всей этой херовиной, да? Вот они таким образом установились. То есть, если бы Ория умер, он бы стал таким же, но мелким деревом. Ну, вроде бы. Это не вроде бы, там действительно было дерево заместо этих... Самих этих духов. Огоньки, что блуждали в ночи. Жизнь вдохнули в измученный край. Да, и вот как раз с кем выращивают других духов. По идее, должно быть побольше. Или нет. Судьба. По-моему, вот эта вот веселуха была с этого. Первая часть, и там тоже такой бутончик какой-то был, если не ошибаюсь. Короче, как я полусил. Игру мы с тобой закончили. Ну, что могу сказать. Если честно, она немного получше, чем та первая часть. Потому что первая часть, она была... Ну, мало... Ну, честно. Для меня лично первая часть, это забагованная херня. Потому что там было много багов, было много непонятного, было... Было неудобно. Те же порталы, они и тут неудобные. Но здесь хотя бы они показываются на карте, где куда что идёт. Ну, и как-то игра в итоге гораздо меньше забагованная. Ну, в разы меньше. То есть тут противники не оказывают только у тебя. И ты не убиваешь противников, которые должны тебя куда-то там дальше по уровню продвигать. Тобственно, много всякого разного веселья. Я могу вот эту штуку всё скипнуть. Ну, наверное, мне придётся тогда на монтаже себе уменьшить звук делать. Не знаю. Вторая часть получше первой. Это факт. Тут куда ни крути. Есть, конечно, моменты, где в первой части, как по мне, получше сделаны. Но это не изменяет того, что всё-таки вторая часть лучше первой. Ну, вот так оно вышло. Я, кстати, слышал то, что говорят, что сделают якобы третью часть. Правда, я на самом деле не знаю, что там третьего можно сделать. Тут показали, конечно, то, что якобы какая-то Орика там снова появилась. Но это будет уже не Ори, это не тот будет чувачок. Мы и стали деревом. Всё. История героя закончилась. Если честно, если честно, сюжет здесь довольно-таки такой себе. Что лор, что сюжет, он здесь буквально, ну, не рассказывается никак. Доп-квестов, как РПГ, вот, допустим, Орику взять, то это фигня. Потому что, опять же, доп-квестов здесь, ну, очень мало. Их можно выполнить даже не в начале. Ну, любой другой РПГ сравни и скажешь, ну, не, тут этого мало. Не знаю даже. Не знаю, короче. В принципе, мне понравилась игра, я её могу рекомендовать спокойно. Но, не скажу, что это прям шедевр. Не скажу, что это прям что-то с чем-то гениально, идеально. Вообще, я это не скажу. Мне теперь интересно, как метры Ивания, Диванья, Ихераньи, она сейчас как себя будет вести? Я сейчас стал деревом. Мне дадут по всей локации побегать или не дадут после титров? Если не дадут, то странно и весело. Хотя, в принципе, если взять Холлоу Найт, то там тебя просто отбивают немного в другое это начало. Ну, перед тем, как ты пошёл с боссом сражаться. Вещать. Ну, скорее всего, какая-то такая же веселуха будет. Так, ладно, я бы на самом деле скипнул сейчас этот трейлеры. И потом нормально бы всё тебе объяснил, потому что меня на самом деле перекрыкивает вот эта вот музыка. Пока что я тебе всё-таки оставлю тут с трейлерами. И магия монтажа. О, ещё, я всё пропустил, точнее, не пропустил, а просмотрел всё эти титры. И ни фига там ничего нет. 62% у меня, видимо, по его тупику, конкретно той самой локации, или самой игры. сложность средняя была у меня в игре. Так, давай посмотрим такая тема. Мы, как я понял, сейчас продолжаем с того момента, пока мы ещё там никуда не дошли, да? Иди. вот, если тут сейчас посмотреть, то, собственно, да, и вот как раз сейчас будет босик, и тупик, и будет сама вот эта вся веселуха. Ну, чё тебе могу сказать? По принципе, прикольно, в принципе, рекомендую, но у меня тут ещё остались аппендиксы такие, скорее всего, ничего в них интересного не будет, кроме как того, что это аппендикс, скорее всего, в нём будет просто какая-нибудь вот такая веселуха. Есть ещё, правда, пару квестиков, это из разряда благоустройства полей и ты мне, я тебе. Будем ли мы это выполнять, я не знаю. Настолько сильно ли это нужно? Ну, это точно не в этой серии, опять же, потому что уже час. Как ты видишь? Я просто сейчас захожу сюда, посмотрю, сколько это в лесу столько разговоров за о том, что свет воссоединился. Насчёт развалина моего дома послужили благому делу. Это Грейт Мессерс. Это расступает дух и его уже слишком долго ждёт, когда к ней вернётся свет. Будем я горлевоковая руда, ну и, собственно, осталось, на самом деле, дофига и больше этих горлевоковых руд, чтобы всё сделать себе более-менее нормально. В общем, ладно, я думаю, на этом моменте мы с тобой закончим. Никого тут прослушивать я думаю не будем. тут какие-то каштанчики у него в чём-то. Моги мне что-то сделать. Короче, ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Я, собственно, тут прямо уже ничего не могу сказать. Давайте переходите в комменты, обязательно ставьте лайки и там обсудим эту игру. В общем, всем удачи, всем до скорой встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok